Дай почитать Дай почитать Дай почитать Моя собачка наделена умением Говорить, спорить и прямо Высказывать свои суждения И высказывать при этом Недюжинную образованность Её суждения, кстати, Бывают подчас Рисковатые и заносчивые Но всегда они мудры И проницательны Это своеобразный диалог Человека и образа собаки Читаешь про таксу Про её привычки в еде В способе привлечь внимание про ее любовь и привязанность к хозяину. И вдруг рассказы о Льве Толстоме или Чехове Маяковскому или Ахматовой Ахмадулиной или Есенине Пастернаке или Мандельштаме читаешь, смотришь на окружающий мир не только глазами человека, но и глазами собаки. Кстати, быстро слепнувший, почти ослепший, но уверенный, идущий к какой-то своей цели. И вдруг угол, косяк, ножка, стула и только заботливая рука поможет добраться тебе, куда надо. Вот такая прозрачная аналогия с человеческой жизнью и неумолимой судьбой. Однако встречи с русскими поэтами и писателями не случайны. Все они в той или иной степени были связаны с четвероногими. Чехов его таксы Бромехина, Цветаева с ее признанием слова «собака» пишу большими буквами, «Горький и бродячая собака», «Шаляпин и бульдог», «Буська», «Ахматова» и «Сент-Бернард Тапка». Книга ироничная, смешная, щемяще грустная, философская. А как иначе говорить о великих? О человечности, о любви, о смерти, о жизни, о простом и высоком. Незабываемый разговор. Пусть и с собакой Дмитрия Водейникова. Сны о Чуне. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!